Всем привет ребят, с вами Стивен и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile Не думал сегодня на самом деле записывать ролик, но аудитория просила и я такой Ладно, почему бы и нет, давайте посмотрим на другую команду Не на тех персов, на которых я смотрю всегда На того же самого Кенша Старшего Бога, которого мы изучили от и до Каталькана Темного Властелина Ну и конечно, правильно, третьего персонажа это Темного Рейдена Да, я на них уже посмотрел и уже хватит Нужен какой-то новый персонаж Допустим тот же самый Терминатор Если он мне вдруг выпадет из этого набора, то я подберу к нему достаточно кульный отряд И мы его прокачаем Ну а так давайте смотреть сегодня Какого же нам персонажа выдаст игра И я надеюсь, что это будет персонаж со слиянием Пожалуйста, игра Даже если ты алмазку мне первого уровня выдашь То пускай это хотя бы будет более-менее кульная алмазка Джонни Кейдж Охотник на Нежить, например Ну, ударной группы, как сейчас говорится Но не то, что ты выдаешь мне всегда с этого набора Два дня 16 часов остается, у меня всего-то 400 душ И как раз таки в зависимости от этого набора я и буду подбирать отряд Даже если персонаж будет фулл прокачки Вообще для таких роликов на самом деле хорошо, когда персонаж прокачан до десятого слияния Но все-таки хочется видеть и что-то более-менее интересное Не только, конечно, персонажа, который мне выпадает и так очень часто Поэтому будем сейчас смотреть Уголка нету? Есть уголок? Я что-то его не особо вижу Да, я же в очках, все нормально Уголка нету Возможно, это новая алмазная карта Шансы 10% 10% это неплохие шансы И, да, конечно, конечно, выпадает отличная карта Пронизывающая милина Вообще она должна была 8 марта выпасть Но выпала она мне сегодня, к сожалению Если честно, я уже приблизительно знал, какой отряд я соберу И, да, это будет именно этот отряд Так как меня многие просят собирать отряды для новичков То этот как раз таки подойдет Почему? Потому что Китану Скорбну выбить не так уж и сложно в начале игры Как и Шаукана Завоевателя Но с Шауканом Завоевателем есть небольшие проблемы Появляется он только тогда, когда появляется охота за реликвиями Да, выбить его вы можете только в этом случае Но охота за реликвиями, я надеюсь, что в скором времени будет И у вас появится такой прекрасный персонаж, как Шаукан Он у меня уже пятого слияния И для данного персонажа это уже не такие и плохие достижения Милина Пронизывающая и Скорбная Китана Сразу же переходим к Китане Я поставил ей экипировку Вера с лезвиями Это экипировка самой Китаны 25% вероятности Переноса 50% очков урона в здоровье При выполнении спецприема 1 Также пробивание брони Блока Блока, точнее И 25% вероятности Отразить спецприем 100 При блокировании 100% при блокировании Это классная экипа Это экипа вот этого вот персонажа И это большой плюс Второй плюс данного персонажа То, что он каждому ударит по спецприему 1 В начале боя Это тоже хорошо Далее Милина Пронизывающая Милину Пронизывающую я поставлю первой Но чуть позже Кинжалы Саи Я поставил экипировку Конечно же Самой Милины Пронизывающей И здесь, конечно, все очень и очень круто Если она накапливает спецприем 2 А спецприем 2 ей гарантирован Если уже в начале боя спецприем 1 имеется То спецприем 2 накопить не так уж и сложно Сами понимаете И этот персонаж тоже достаточно интересный Поставлю его, конечно же, первым И Шоукан Заеватель Третий персонаж У которого в начале боя будет X-Ray Это первое, что хотелось бы сказать Ну и, конечно же, самое главное Это один раз за битву Удар Императора Спецприем 2 Мгновенно убивает противника В общем-то, наносится бруталити Когда у противника меньше 40% здоровья Шоукан с вероятностью 45% Может помочь вступающим в бой союзникам из внешнего мира Поэтому, если вдруг мы выберем какого-нибудь другого персонажа То может прилететь молот гнева Какому-нибудь персу соперника в лицо Скажем так Переходим в сложную битву И тестируем данный отрядик Да, кстати, начало очень забавное Потому что в начале нам Джейд попадается А у меня бомбочка стоит Которая будет замораживать отряд И я надеюсь, что мы победим сейчас Очень легко Ну вот, я заморозил А далее, конечно, все Все как и нужно Хорош Хорош Выбираем сразу же с X-Ray И смотрите Это официально Да, это все официально X-Ray наносится Благодаря молоту гнева Который я поставил И благодаря шлему Шоу Кана Плюс, конечно же, Скорб на Китане Бах И уже у Джейд нету Достаточно неплохого количества здоровья Если уж об этом говорить То, да Джейд, она потихонечку лишается здоровья И даже очень быстро она это делает И смотрите Прилетает молот Тот самый Который у Шоу Кана по пассивке И мы потихонечку добиваем персонажей Ну, тут по мне нанесли небольшой урон И, кстати, да Здесь у меня пробивания блока нету Поэтому спасибо То, что ты мне накапливаешь спецприем 2 Сразу же в начале боя Воу Воу Вот это да Неплохо Вынесли персонажа Кстати Кстати А зачем я смену сделал? Смотрите Пассивка Джейд не сработает Потому что сейчас Сработает пассивка Шоу Кана Да Она в любом бы случае не сработала Я что-то на этом моменте Немножко затупил Хотя Можно было бы, конечно, этого не делать Но все-таки как получилось Мы сразу же Джейд добиваем И Шоу Кан здесь справляется на ура Муа Команда внешнего мира, как говорится, да? Блин Мне понравилось Ладно Я не против того, что мне выпала Мелина Пронизывающая Все-таки и персонаж классный И отряд я подобрал Достаточно стоящий Я думал, что все будет в разы хуже Кстати, сейчас темный Рейден в отряде Кровотечение такое себе Поэтому Мелине придется немножечко туговато Если она будет юзать кровотечение Да Она накопит сразу же Сразу же Этому персонажу Спецприем Что не очень хорошо То ли восстановление То ли он хилится будет Я не помню То ли спецприем Хилка, по-моему, да Хилка Оно же все по-обратному работает Воу Вот сейчас и хилочка начнет работать, да? Давайте посмотрим Ну у меня тоже Она, смотрите, неплохо так сработала Бах Блок поставили Но Конечно, хотелось бы добить персонажа И Я это делаю Смотрите Восстановление даже на первый спец работает Что очень даже хорошо Ну и давайте снова использовать спецприем второй Блин, заблокировался Ермак Обидно Я вот этого не ожидал, конечно И тут просто глупый урон На самом деле Наиглупейший был Со стороны Мелины Но опять же Это я виноват Поэтому Такое иногда случается Привет, Мелина Удар И Давай сразу же спецприем Наносим И далее сразу же еще один бонус Плюс оглушение А Даже оглушения не будет Прикольно Прикольно Ладно Да Да-да-да Не ожидал я, если честно Такого От этого отряда Тут хоть и Мелина Ну Особо Не помогает Зато Шоу Канзо Воеватель Ну Просто топово Так Давайте смотреть На следующий отряд Следующий отряд Тоже достаточно Неплохой Здесь, конечно же Фредди Крюгер И Фредди Крюгер Он просто Будет сейчас Разносить Мой отряд Ну Пытаться это, конечно Сделать И у него это, возможно, получится Хотя нет Не особо Все-таки Благодаря Кровотоку Я наношу дополнительный урон И восстанавливаюсь Неплохо так хилюсь Скажем Сразу же И первого персонажа я вынес Наконец-таки Мелина показывает себя В действии Но вот здесь Она пробить блок Не смогла Да Без пробития блока Туго персонажем Очень туго И Вот на Мелине Это сразу же можно заметить Потому что я не могу Не заюзать Нормальный спецприем Первый Первый могу Да, первый могу Второй Я хотел сказать о втором Хотя, смотрите Она добила отряд Она добила отряд Ну Джакс здесь что-то пытается Меня схватить Но Но у него не особо Это получается Удар первый Ооо Вот этот, да Призрак сработал Нифига себе Блок Отлично Победа Идеально просто Еще один отряд Который мы положили Ну Не знаю Не знаю Если честно Это странно Так Давайте смотреть на Четвертый бой Ну здесь Люкан Кстати классический Будет отключать Вначале Возможно нам Спецприемы Если мы его Не добьем Хотя я буду Надеяться Что Мелина Справится Люкан Классический Не посмеет Нам отключить Спецприемы Хорош Так Это первый удар Блин Вот здесь вот Я закосячил Да Удар Конечно Красивый И как будто бы Оглушение На персонажа Сработало Потому что Я вообще Ничего сделать Не смог Ооо Восстановление Всего под конец Немного Сработало И все Да Вынес перс Ну Да ладно Да Я кстати Вот тут-то и думал Что сработает Конечно же Призрак Давай Блок ставить Потому что О нет Пробитие Да Ну здесь конечно Траблы со скриптом Были в конце Когда я мог Добить персонажа За счет Пассивной способности Меня здесь Ликвидировали Да Да-да-да Проблематично Проблематично Ладно Давайте попробуем Сейчас опять же Дойти до четвертой Битвы И сейчас Я поставлю Немного другую Экипировку Клинок Сента И посмотрим Как Мелина Пронизывающая Будет справляться С ней ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как по мне это минус. Вот серьезно. Это по мне минус какой-то странный, но все-таки он есть. И... Ее очень быстро выносит. Персонаж видно, что для новичков Я не знаю, зачем этого персонажа ставили в такие наборы за 400 душ. Мне кажется, он из 150 должен выпадать, хотя это опять же, возможно, Возможно, мое такое мнение, я хоть и поставил с достаточно неплохими персами, но тот же самый алмазный даже Шоукан, он у меня прокачан только до пятого слияния, только лишь до пятого. А Скорбная Китана то ли до девятого, то ли до седьмого, я точно не помню, сейчас глянем. Но они показывают себя в разы лучше. Вот смотрите, здесь блок и нормально все работает, при том да, это все очень сильно зависит от пассивной способности, а не от пассивной способности, а от экипировки персонажа. Экипировка на персах отличнейшая тоже, но почему-то вот Мелина не справляется. Единственный момент, который я хотел бы здесь отметить, это то, что я хочу Кинжал Исай сменить на ржавую бензопилу. Вот так будет в разы, мне кажется, лучше. Давайте сыграем один бой, и я просто продемонстрирую, как она будет играть. Спецприем второй, после этого сразу же юзаем спецприем первый, спецприем первый наносит неплохой урон, спецприем второй тоже, и вроде как срабатывает своего рода неплохая атака, плюс добивание. Я надеюсь, что хотя бы таким образом я продемонстрирую на ура Мелину Пронизывающую, и мы покажем прям дельные результаты. Потому что, ну, пока что с уроном ей, конечно, нужно поработать немного. Смотрите, сразу же наносим спецприем два. Мы наносим неплохой урон, и сразу же спецприем первый. Бац, бац, готово. Одного персонажа таким образом добили. Но уже одного персонажа, то, что мы так вот добиваем, это уже круто. Это уже на самом деле круто. И если так и с остальными получится сделать, то это будет прям превосходно. Давайте посмотрим. Вот смотрите, наносим урон, и тут даже добивать не придется, и все работает на ура. Не знаю, мне кажется, что ржавая бензопила как раз-таки подходит данному персу. Прям отлично смотрится. Хотя здесь, видите, заблокировался, зараза. Ну и далее добивания тут, конечно, никакого не будет, но при этом мы восстанавливаем здоровье и блочимся. Да, сработал призрак, он нас спас, но при этом это победа, как мне кажется. Да, одним лишь персонажем затащил благодаря призраку последний раз. Но все-таки Мелина показала, на что она способна и может играть достаточно качественно. Все-таки, блин, не знаю, не знаю. Вот эти вот сай ее, ну это такое себе. Кинжалы, точнее. Почему я их сай мне называю? Кинжал сай. О, господи, никак не запомню эту экипировку. Кинжал сай. Да, она вроде хорошая, но все-таки есть экипы получше для этого персы. И как вы видите, результат уже совсем другой тогда будет. Ну вот такой вот персонаж, ребят. Прокачиваем. А на этом я думаю, что все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.